Ну, выборы прошли, конечно, скажем так, не в нашу пользу, но в двух словах остановлюсь, все-таки у нас под СНПСР официально мы не признали эти выборы, мы нашли массу нарушений на этих выборах, прежде всего нарушений законодательства как предвыборную кампанию, так и нарушения на самих выборах, то есть при подсчете голосов были напущены. И насколько, вот смотрите, результаты математиков сходятся и зарубежных, и наших, в том числе и Степана Степановича Шулакшина, профессора, что до 30, от 30 до 33 процентов это фальсификат, приписка, поэтому должен был быть второй тур, мы эти выборы не можем признать. Вот. Значит, проблемы, они не могли уйти. Почему они не могли уйти? Вы же прекрасно понимаете, что действующий президент остался, значит, те проблемы, с которыми он пришел к этим выборам, они тоже остались. Действующий президент у нас в Куко 17 лет президентом. За 17 лет эти проблемы не решены были. Вы думаете, они будут решены после этого? Ну, в олигархическом режиме, в олигархической стране, где все поставлено только лишь бы урвать, вот, и урвать кому? Не то, что там развитие малого, среднего бизнеса, там, например, он уже вообще затоптан, а именно урвать олигархическому бизнесу, который губит Россию. Проблемы, конечно, эти остаются. Вот. И военные проблемы в том числе. Если касаться военной тематики, я объясню популярно. Сегодня вооруженные силы Российской Федерации составляют в районе 800 с лишним тысяч, менее 900 тысяч, скажем так, потому что колеблется небольшая. При минимальной потребности, вот, которой я, как военный аналитик, рассчитывал, ну, в принципе, мои расчеты сходятся и с другими военными аналитиками, нам необходимо сегодня вооруженные силы, постоянно действующие, иметь в районе 1 миллион 950 тысяч. У нас огромная протяженность границ, огромная. Мы не маленькое государство. Вот, представьте, Китай, насколько меньше нас, у них 2,5 миллиона армия, а насколько он меньше нас, и у него нет таких протяженностей границ. Или мы, вот такое вот раскиданное государство, и, смотрите, Дальний Восток в опасном положении. Здесь Китай, который спит и видит, когда мы упадем, чтобы сейчас идет тихая экспансия, вот, через те же законы о территориях прилижающего развития, вот, но только мы зашатаемся, или что-то у нас случится, они прихватят Дальний Восток. Япония, в которой, если мы начнем падать, не только остров, вот эти 4 острова понадобятся, им понадобится все, полностью вся Курильская гряда, остров Сахалин, и кусочек, естественно, Приморья. Вот, и американцы, конечно, Камчатка и так далее. То есть, раздербанят Россию. По всем подсчетам, миллионная армия вместе с Тихоокеанским флотом, миллионная практически, ну, 900, скажем, 50 тысяч, должна быть только на Дальнем Востоке. Вот, только на Дальнем Востоке. Потому что там у нас очень опасные, очень сильные соседи. Ну, и Европа, если раньше мы имели, скажем так, один норвежский плацдарм, кавказский плацдарм, помните, это осетинский конфликт, это была, вообще-то, попытка создать кавказский плацдарм, взорвать Кавказ, создать кавказский плацдарм для НАТО не получилось. Наши войска, да, тогда еще разгромили Рузинской армии, не к черту оказалось, плацдарм не был создан. Раньше у нас норвежский, как я сказал, был. Теперь прибалтийский плацдарм. Наши бывшие республики, страны НАТО, это самый такой обширный плацдарм, тем более у нас там остров свой, Калининградская область. Теперь создали украинский плацдарм, обширный. Вы понимаете, что территория фронта, возможного при прямой агрессии против России, она раздвинулась, и очень серьезно раздвинулась. Поэтому в этой части нам тоже нужно иметь армию в районе миллиона. Вот смотрите, на сегодняшний день сухопутные войска, по официальным данным, составляют 270 тысяч человек. 270 тысяч, вы вдумайтесь. Что такое сухопутные войска? Это основа защиты территории от вторжения. Авиация, танки, это все прорывы, обеспечение. А вот именно не пустить противника на нашу территорию, для этого предназначены в основном два вида войска. Это сухопутные войска и морская пехота на приморском направлении, береговые войска. Все остальные войска, это войска, которые делают что-то другое, но в развитии успеха или в обороне. Так вот у нас 270 тысяч. Вы возьмите самый простой фронт, рассчитайте, 200 человек на тысячу километров фронта. Что вы получите? Вы получите, что мы едва-едва закрываем только один плацдарм. Один из трех в Европе. И это если мы все войска из Дальнего Востока, все с ними мы поставим здесь. Полицейские силы для этого не годятся. Внутренние войска, созданная Росгвардия. Почему они не годятся? Потому что они заточены на проведение спецопераций. У них нет ни тяжелых вооружений, ни тактики. Офицеры их не обучены к ведениям общевойскового боя. То есть это заведомо не успех. У них своя задача. Кстати, Россия уникальна страна еще тем, что при любом раскладе, при любой власти у нас должны быть полицейские силы. Обязательно. Почему? Потому что большая территория. Нам не зачем, например, держать большое или даже среднее количество войск в Западной Сибири. Потому что нет плацдарма для вторжения. Вот там находятся как раз полицейские силы, противодесантные, противодирсионные операции. И мы всегда с востока и с запада можем центр перекинуть в свежее подразделение. И к тому же, подхожу опять к чему, что миллион девятьсот пятьдесят тысяч нужно. Из них 50 тысяч оперативного резерва второй группы мобилизации и 200 тысяч оперативного резерва первой группы мобилизации надо иметь. Вот. Приморские направления возьмем. На сегодняшний день наш главный вероятный противник НАТО и глава НАТО Соединенных Штатов Америки имеют мощнейший военно-морской флот, который превосходит на сегодняшний день ВМС США, превосходит все флота в мире вместе взятые почти в полтора раза. Включая российский флот. И то, что вот эти сказки рассказывают, что мы что-то на море можем, мы ничего не можем на море. Вот фактически нам бы берег защитить. А чем защищать берег? У нас по официальным данным около восемь с половиной тысяч морских пехотинцев. И столько же, но чуть побольше, около девяти тысяч, это войска береговой обороны. В армии во флоте США 200 тысяч морских петрахотинцев под ружьем и 40 тысяч оперативного резерва морской пехоты. Чем защищать побережье? У нас Дальний Восток, представляете, какая гряда, вторжение, и север. Вот два района. Да, флот нас не может действовать сегодня в океане эффективно, но защитить-то берег мы должны. А у нас все разгромлено. У нас разгромили морской аэрс. У нас была при СССР самая мощная в мире морская ракетоносная авиация. Вот сегодня ее вообще нет. В Соединенных Штатах мощнейшая палубная авиация. У них даже есть такой под вид, под рот войск, как авиация морской пехоты. У нас такого вообще нет. Вот, поэтому сегодняшний день, первое, это на количественного величина, чтобы защитить. Качественно, да, разгромленная промышленность, она не позволяет нам так быстро создать нормальное опережающее вооружение. То, что рассказывают вот сказки, ну, сказки, они останутся сказками. Вы поймите, что кроме армии, армия это вооруженная сила, еще есть оборона такое понятие, обороноспособность. Оборона способности. Что такое армия, если она голодная, если ее кормить нечем? Что такое армия, если у нее вооружения не хватает современной? То есть, что идет? Тыл, военно-промышленный комплекс, военная наука, чтобы мы не отстали в создании вооружений. Тыл разгромлен, был при Сердюкове особенно сильно разгромлен. Сейчас он не восстановлен как следует. Понимаете? Военная промышленность разгромлена. И, простите, вот, чтобы защитить надежно страну, нужен весь комплекс вот этих мероприятий. Весь комплекс полностью. Вот, то есть, вооруженные силы, войска, флот, тыл вооруженных сил, то есть снабжение, военно-промышленный комплекс, поставка военной техники, вспомнил 41-й год. Сколько у нас было техники поставлено, сколько не было и в помине перед началом войны. Это все военно-промышленность. Сегодня это все сложнее. Если Сталину удалось спрятать военную промышленность за Урал, то сегодня от томогавков не спрячешь. На борту военно-морского флота США до 8 тысяч томогавков. Вы спросите, сколько у нас аналогичных ракет? Ну, если сотня наберется, это хорошо будет. Вы понимаете, какое? Вот, тактика, все войны, вы видели, Югославия, Кувейт. Чего начинается? Первое, они никогда не рискуют своими людьми. У них как бы не существует понятия пушечного мяса. То есть, сначала они по разведанным целям стреляют томогавками, с подводных лонок, с надводных кораблей. Затем беспилотники. Опять же, перевес беспилотников, вы даже не представляете, какой. Потому что я точно сейчас не скажу цифру наших, но у них боевых беспилотников в сотни раз больше практически. То есть, у нас хорошо хоть разведывательные появились, маленькие. А боевые дроны у нас практически только начинается, эта компания. Вот, у них второй этап, это беспилотники, третий этап, это уже управляемые. Вот это суть, как они наносят удары. Что их сегодня сдерживает? Это наш ядерный арсенал. Ядерный арсенал у нас, надо отдать должное советским ученым, вот, он был лучший. В основном, это тяжелые ракеты СС-20, СС-18, 290-е Челомеевские ракеты, вот, и наша Синева на подводных лодках. Это смертно-убийственное оружие, вот это сдерживает США. Поэтому у них сейчас разрабатывается тактика. Тактика обезоруживающего удара. То есть, нанести удар по нашим ядерным силам, безядерным оружием. Вывести из строя ядерные силы, потом раздербанить уже по кусочкам, вот, и не сразу, они не будут, это самое, ложить людей, раздербанить всю нашу страну. Эта опасность, вот, на сегодня очень серьезная. Они серьезно готовятся. Вот, не так давно они создали в Норвегии базу, вот, морской пехоты США, вот, и командующий морской пехоты Роберт Хеллер заявляет, Мы вот тут раздавим. Наша граница, вот, ихняя база, это тыловые в основном сейчас подразделения, разведчики. Вот. На пути у них только северная бригада морской пехоты, а здесь базы стратегически подводных лодок идут. Гаджиева, Ведяева, ну, эти базы наши, западные лица. Ихняя, это, они, как бы, тактика нанести удар тамагавками и бросить туда морскую пехоту, чтобы наши лодки не успели подремонтировать, потому что лодка сейчас стреляет прямо из базы, ей не надо порружаться. Вот. Флот наш был, конечно, в 2000-е и 90-е годы умышленно ослаблен, потому что из состава флота подводного у нас был самый мощный подводный флот в мире при СССР. Наших подводных лодок было в полтора раза больше, чем во всем мире подводных лодок было, атомные плюс дизельные. Мы имели такой мощный подводный флот, то есть подводную войну, любую при СССР мы выигрывали даже без особых усилий, естественно. Что у нас? Самые тяжелые подводные лодки класса «Акула», которые несли, на севере они все были, они несли боевую службу подо льдами Арктики. Подо льдами они неуязвимы, их только можно уничтожить подводными лодками. Американцы очень боятся ходить подо льды Арктики, поэтому они там чувствовали себя комфортно. Тяжелый крейсер подводный, стратегического назначения, в охранении многоцелевая подводная лодка. И в любой момент он всплывает, разбивая льды, и смертоносный удар тяжелыми ракетами. Такая одна лодка стирает Англию с лица земли. Вот «Акула». Они были выведены из состава флота под видом то, что дорастой. Ну да, они дорастающие в эксплуатации. Это самые крупные в мире подводные лодки. Потом их начали утилизировать зачем-то. Хотя эта подводная лодка, даже ее не гонять под воду, поставить где-то у причала, это стартовая площадка для 20 тяжелых баллистических ракет. Вот, стартовая площадка. Осталось три лодки, ждущих утилизации. Ну, одну используют как площадку для булавы, вот, для ее испытаний. Ну, сейчас вроде испытали, как бы. Второе. Многоцелевые подводные лодки. 705-й Альфа-проект. Это же было вообще, их американские подводники называли убийцами кораблей подводных лодок. То есть наши ученые, наши конструкторы создали маленькую атомную подводную лодку, настоящий подводный истребитель, который развивала скорость под водой, скорость торпеды. То есть поразить ее можно было только противолодочным, тактическим ядерным оружием. Больше ее, без применения этого оружия, было очень тяжело поразить. Причем максимальную скорость положения стопа, она набирала за полтора минуты, набирала максимальный ход. Около 45 узлов. Высокая маневренность. Эти лодки, наши подводники, как говорится, вот эти негласные подводные дуэли, когда мы друг друга обнаружили, наши подводники всегда в хвосте были. Вот как истребитель, выходит хвост. Наши подводники всегда были в хвосте. Свободные. И американцы ничего, это было, вообще это считалось, эта лодка была кошмаром американских подводников. Почему-то эти лодки, их несколько штук было на севере, все были выведены из состава военно-морского флота, из боевого состава. Потом утилизированы в 2000-х годах. И взамен ничего не создано. Американцы ее называли лодка класса Альфа. Альфа высший класс опасности по градации США. Этих лодок нет. Те, что пришли на смену им, подводные лодки, Щука, Щука-Б, они уже устарели. Новая ясень. Ну, вы простите, делать многоцелевую подводную лодку, которая водоизмещением, как стратегическая, я как противолодочник скажу, что когда мы несли боевую службу, в Средиземном море проводили контрольный поиск, очень тяжело работать с многоцелевой лодкой. Найти ее, она быстро выскальзывает. А когда мы находились стратегическую, мы очень долго ее мучили. Она выйти не могла. Так зачем такую лодку создавать? Вот эта серия. Сейчас планируют новую серию. Но это когда будет? Суть военно-морского флота состоит в том, что в отличие от других видов вооруженных сил, флот может воевать только запасами. Вот если мы создали корабли до начала боевых действий, то вот этими кораблями мы будем воевать. Мы будем ремонтировать, терять их, но новых мы не построим. При современном вооружении будут разрушены верфи, мы только какие-то катера можем строить, ремонт нового мы не построим. Вот чем флот отличается от всех остальных? То есть мы всегда должны иметь боеготовый такой состав, который не подпустить на 500 миль к нашему побережью. Для этого не надо строить авианосца. Вот в США 10 авианосных ударных рук. 10 ударных авианосцев класса немец. Авианосец это оружие агрессии, то есть оружие колониальных войск. То есть надо куда-то, вот надо какой-то захватить остров, в какую-то страну, там, кувейт, там, или что-то еще. Приходит авианосно-ударная группа, это корабли охранения, подводные лодки с ракетами томогавк, вот, крылатыми. Авианосец ударный, десантные корабли, авиационные, вот типа, как в Мистрале наши хотели купить. Наносят удары сначала томогавками, проверяют беспилотниками, и потом палубные авиации, высаживают морскую пехоту, захватывают. В России нет таких задач. У нас свою территорию удержать бы огромную. То есть строительство авианосца, оно на сегодняшнем этапе, это только как престиж государства, как какая-то доставка. А у нас типа того, что планируют, для того, чтобы показать, что у нас есть авианосцы, они не нужны. Сегодня нужен мощный подводный флот, именно истребительный флот, вот, именно нужна новая Альфа. Кстати, вот ее называли подводная лодка 21 века. Она опередила свое время. Там единственный недостаток был, это стесненные условия экипажа, потому что вся лодка автоматизирована. На подводной лодке одни офицеры Мичмана были, матросов даже не было. Вот, автоматизированная лодка. Но вы понимаете, что та оборудование, которое в двухкамерный холодильник вмещалось в те годы, в 80-е, сегодня вот в смартфон вмещается, счетно решающее оборудование. То есть сегодня можно создать и больше вооружения на такую лодку. Но нету, сколько вот мы бьемся, нету новой Альфы, нету нового кошмара. Потому что, ну, 30 таких лодок могут поставить на колени весь флот США сегодня, если бы они у нас были. Вот основное направление. Развитие атомного подводного флота, истребительного прежде всего, при этом удерживая нужное количество стратегических лодок. Мы что, чтобы правильно понимали, что стратегическая только на ядерную войну. Ядерной войны не должно быть на планете. Не должно быть просто. Может мир погибнуть. Мы не знаем последствий. Это как оружие, сдерживающие факторы только. А вот многоцелевые лодки нам нужны для засвоевания господства в океане. Нам нужны дизельные лодки. Дизельная лодка более малошумная. Она не оставляет радиационного следа. Она не оставляет теплового следа за собой. Для защиты побережья, огромного нашего побережья. И плюс нам нужны вот эти дизельные лодки. Она очень легко у своих берегов может выследить атомную лодку и уничтожить ее. Недостаток дизельный, понимаете, что периодически нам всплывать и заряжать батареи. Поэтому в приборежной зоне этот вопрос решается. Уходит под защиту противолодочных кораблей, всплывает, заряжает батареи и опять уходит в дозор. Вот это первая очередь, что нужно на флоте разобрать. И корабли класса корветов, регат для защиты побережья, чтобы мы могли. Плюс самое первое развитие на флоте должен получить это береговые войска сегодня. Мы должны довести корпус, создать корпуса морской пехоты до 2000 человек, не меньше. Вот хотя бы поэтапно создать. Вот. И вот Союз военных моряков мне есть полностью, вот я разрабатывал своими ребятами, программы возрождения военно-морского флота. Совершенно. То есть флота совершенно другого, не тот даже, который был. Он был хороший, большой, но бестолковый был. Очень много было не того, чего нужно на флоте. Мы создали оптимальные условия создания военно-морского флота и учли весь опыт провальной Великой Отечественной войны. Ведь Великую Отечественную войну так как было? Мы же провалились в 41-м году очень серьезно. У нас морской пехоты, например, не было. Она была спешно создана. Но вот эта спешно созданная и первые остановки противниками были именно морскими пехотинцами, нормальная остановка. Так вот, чтобы этого не было, мы должны, во-первых, заблаговременно создать корпус морской пехоты, во-вторых, мы должны создать резерв морской пехоты. Как создается резерв? Вот у нас было три года службы, помните, да? Люди служили три года. Приходили на корабль, служили три года. Сегодня систему мы предлагаем другую. Первый год все идут в учебное подразделение морской пехоты, и с каждого моряка мы делаем морского пехотинца. Корабль утоплен, резерв кораблей сколько есть, а морская пехота всегда нужна. Она может действовать и на любом сухопутном театре. Самый универсальный вид войск морская пехота. То есть, место мотострелковой дивизии, место десантной дивизии, по своему прямому назначению, место береговой обороны. То есть, морская пехота это самый универсальный вид войск. Вот мы предлагаем. Первый год все моряки служат в подразделениях морской пехоты, и вот сейчас всего год служат. Из них делаем сколько можем морской пехотинца. А дальше в учебном подразделении разбираются по способностям людей. Кому лучше на подводной лодке служить, кому лучше на надводном корабле, кто останется в той же морской пехоте, кто пойдет в береговые войска. Вот это надо делать. Все, что я вам говорю, мы неоднократно предлагали президенту. Там ноль. Там полный ноль. И первое, что нужно сделать, это восстановить историческую справедливость, отделить флот от армии. Чтобы правильно понимали, до 1955 года флот никогда не входил в состав советской, российской, русской императорской армии. Флот всегда был отдельным ведомством. По опыту службы скажу, что первое, кто гробил флот, это вот именно вхождение в состав. Вот именно вот эти генералы пехотные, это первые угробители флота были. Когда на флот падали несвойственные традиции. Почему флот и проявил себя в Великую Отечественную войну, а все остальные войска проявлять себя начали только, ну, грубо говоря, с конца 43-го года. Поэтому мы предлагаем такую тактику, чтобы как можно больше иметь оперативную резерву. Сегодня, я думаю, что в ближайшее время будет указ президента о переходе опять на два года службы. Почему? Потому что, ну, рождаемость была низкая, провал. Нам сейчас нечего вообще содержать количество армии. Вот. Ее нужно увеличивать. Они тоже уже беспокоились. Хотя с опозданием. Вот. Знаете, что сейчас хотят пересмотр сделать всех, кто забракованы были. Я так думаю, те, у кого плоскостопие, это уже не прокатить. Придется идти служить. Вот. И вы же нужны, они будут все равно перейти на двухгодичный срок службы в армии. И, естественно, на флоте двухгодичный. Мы предлагаем перейти на двухгодичный срок. Если даже не будет хватать ввозь, значит, на трехгодичный. Мы живем, потому что страна пока защищена. Она должна надежно быть защищена. Вот. Лишние армии тоже надо создавать. Надо правильно создать мобилизационный резерв. Какой может быть мобилизационный резерв, если бы военкоматы гражданскими стали? И там зачастую одни женщины работают. Ну, вот. Если нету духа сегодня, нету идеологии. За что сегодня воевать? Вот. За что? За деньги Ротенбергов воевать? Или за что? Вот. Солдатов. Остается только одно. Защищать, как бы, свою землю. Ну, вот. Понятие отечества сегодня размыто. Понятие родины осталось. Да. Вот наша земля, большая родина, малая родина. А понятие отечества размыто. Потому что нету ни идеологии, нету ни русского государства сегодня. И без этого тоже никак нельзя. Мы не можем. Вот ту программу, например, по которой мы разработали автором, в общем, я ее был в основном, возрождение военно-морского флота. Я говорю, что по этой программе через 4-5 лет я знаю, что военно-морской флот будет стоять очередь, чтобы служить. Хоть служить будут на год больше. Но мы тоже предлагаем компенсацию. Вот человек за службу в армии срочно получает 2 года трудового стажа. Второй год будет служить 2 года трудового стажа. И третий лишний год на флоте 3 года трудового стажа. То есть человек прослуживает 3 года на фронте, получает 7 лет трудового стажа. Я думаю, что это нормальное. Ну, это одна из сторон. А вообще это целый комплекс мероприятий, чтобы люди просто вот пришли в очередь и стояли в очереди для службы в военно-морском флоте. Я знаю, как это сделать. Это очень большой комплекс мероприятий. От снятия фильмов нормальных. У нас сегодня снимают массу фильмов военных. Это очень приятно, конечно. Но они ни о чем. Ни о чем в том плане, что они очень редко с истиной вяжутся. А у нас есть герои настоящие, которых забыли при СССР. Если я могу по флоту назвать, например, дважды герой Советского Союза Виктор Николаевич Леонов. Диверсант номер один. Человек, который обеспечил проведение Пиццана-Киркенесской операции. Получил одну звезду героя. Полярный лис, неуловимый разведчик морской пехоты Северного флота. В одном из портов корейских, он, группая 150 своих бойцов-разведчиков, морских пехотинцев, они взяли в плен 3,5 тысячи японских солдат. Они вошли в штаб в наглую, просто в наглую разоружили штаб и заставили генерала подписать проект капитала. Он получил вторую звезду героя. Всего он взял около 7 тысяч в плен только взял за эту операцию. Его перебросили с севера на Дальний Восток, Виктор Николаевич Леонов. По его действиям можно снять очень замечательные фильмы, которые будут учить. Вот сейчас «Черная бушла» сняли фильм. Там так он Леонтьев называется, командующий флотом Головина, не Головко. Да, вот какое-то подобие, но надо ближе к истории. Или второй могу привести пример. Это «Легенда Дуная», Виктор Андреевич Колганов. Знаменитый «Борода», который первым вошел, и памятник стоит в Болгарию, отряд морской пехоты Дунайской флотилии. Первым вошел в Белград, первым вошел в Будапешт, первым вошли в Вену. Вот этот. Легендарные разведчики. Пожалуйста, даже краткое описание, как о ихней разведке, есть книга «Отряд Бороды». Пожалуйста, снимите нормальный сериал об этом. У нас есть лидер эскадрных миновостов «Ташкент». Последний надводный корабль, прорвавшийся в осажденный Севастополь и вывезший оттуда панораму обороны Севастополя. Когда он прорвался, единственный корабль привез войска, забрал около трех тысяч раненых и тяжелораненых из жителей города. Он шел назад, чтобы его потопить, было брошено не много, не мало, а 117 пикировщиков. Вот он выдержал в течение шести часов непрерывного боя 117 вражеских самолетов. Весь израненный, почти полузатопленный корабль дошел и довез людей. Это подвиг. За который капитан Тетюанг Ярошенко, командир, стал героем Советского Союза. На этом тоже надо учить людей. Это вот я вам говорю про флот. Хотя у нас, я вам скажу, есть люди, о которых у нас не говорили, например, в Советском Союзе. Вот знаете, например, такой казак недорубан, не слышали никогда? В Первую мировую войну человек был полным героевским кавалером. То есть четыре креста, офицерское звание. И это, ну, как герой Советского Союза тогда. Во Вторую мировую войну, когда у нас был провал на фронте, надо было срочно закупорить в Краснодарском крае нефтяные скважины, что немцы наступали, бросили не строевых казаков. То есть тем, которым было до 18-ти, тем, которым было после 50-ти. И вот командовал этим отрядом, вот именно недорубал. Вот. И трое суток, пока не забетонировали все скважины, они удержали. Он остался жив, ему присвоили звание в 41-м году, герой Советского Союза, когда редко давали. Об этом человеке у нас разве знали? У нас знали мнимые подвиги, понимаете? А настоящих не знали. То, что вот показанное на предвыборной кампании Путина мультфильмы о каком-то сверхоружии, я могу развеять этот миф. Только что я вам сказал, что только комплекс мероприятий, моральный дух, тыл, военная наука, военно-конструкторская мысль, военно-промышленный комплекс, достаточная армия, достаточный флот. Вот. Нет комплекса, значит, у нас будут провалы. Второй момент. Никаким сверхвооружением ты никогда не добьешься именно победы. Ты можешь нанести в какой-то области урон. Только вот комплекс мероприятий. Вот. Для этого нужно нормально поднять страну. Следующий момент. То, что показали, конкретно так скажу. Ну, сверхзвуковая ракета, ну, прорвет она, оборона нанесет уничтожить одну цель. Ну, точно так же баллистические уничтожают. Кстати, баллистическая ракета, она снижающая траекторию, она идет в сверхзвуковом режиме. Вот. Огненный шар идет, фактически. Показанные мини-подводные лодки, как бы, неуправляемой торпеды. Ну, это вообще из области, как бы, не то, что фантастики. Это, про СССР были эти проекты. Он неэффективен. Он заблудится просто. На дальнее расстояние он заблудится в океане. Почему крылатая ракета, баллистическая, у нас может почем коррекцию считать? По спутникам, по рельефу земли, который спутники можно отключить, а рельеф земли не изменишь. По рельефу земли почем? Рельеф дна? Такого нету, таких данных. То есть, и радиокоманду не пошлешь в воде. Она в воде недалеко распространяется. То есть, это дорастующее, неэффективное оружие. Ракета «Сармат»? Да. Наши ракеты СС-20, СС-18, тяжелые, которые американцы боятся, надо менять. Однозначно. Они уже по три срока выходили о готовности. Но ее надо создать. Надо, чтобы она летала. Не как булаву, сколько там его, лет пять испытывали, она все падала. Создать достаточное количество и перевооружить это. Это да, но это не сегодня. А если война сегодня? Никакие проблемы не ушли. А мы предлагаем, что сегодня сначала хотя бы поднимите вооруженные силы до той нормы. Для чего ведь создается большая армия, флот, даже в нормальном состоянии, в достаточном вооружении? Не чтобы противника победить даже, а чтобы противник, используя свои разведсведения, понимал, что суваться не надо, ничего не добьет. На этом сохраняется мир, понимаете? Поэтому проблемы, как были, так остались, они не уходят никакие. Как экономические, так и военные, как и военно-политические, так и военно-оборонные. Все эти проблемы остались. И я думаю, что нынешняя администрация эти проблемы решить не сможет. 17 лет Сталин за 10 лет страну поднял. Они не решили. Субтитры создавал DimaTorzok